Люди, что делать? Как тушить? Где огонь? Где вода? Люди, бросайте огороды! Идите все сюда на помощь! Сейчас нам все будет добре! Ой, кошмар! Чи живые Венчанин! Я уже 150 раз присмотрел видео, пока ехал в поезде. В общем, мне девочка написала в соцсетях, Дженя Поливода в беде, спасайте своего друга, он у нас, село Дземброня. Я не знаю, что с ним, живо он или не живо. Я звоню, и этой девочке пишу, а девочка не отвечает, уже не телефон поза зону досягнення. Блин, у меня все трясется, я честно полночи не спал. Он без меня шагу не может ступить. Ну куда ты ехал? Куда ты ехал? Ой, если я его найду, я его прибью просто. А это на Дземброню автобус или нет? Ой, как же мне повезло, что я успел на вот этот автобус, который ходит в Дземброню и всего один раз в день. Счастливчик! А сколько до Дземброни ехать? 15 километров. А кто сесть в Дземброню, чтоб я не проехал? Скажете, да? Спасибо большое. Хорошо, что до села недалеко, там всего лишь 15 километров. Я думаю, что через полчаса уже доберусь. Но мне сейчас, конечно, самое главное, чтоб я нашел там Женьку и желательно живым и здоровым. Потому что я себе, если честно, не нахожу места. Что на Дземброне стало. Скажешь, пожар? Пожар? А вы чули, что пожар, да? А жертв нема? Я не чу. Ой-ой-ой-ой, что ж он на чудовище? Ой, господи, про этот пожар гудел весь автобус. Ну и, конечно же, моя бурная фантазия такая придумала. Я уже Женю бедную похоронил. Прости господи. В общем, 15 километров от Верховыны до той Дземброне, это вроде, знаете, как целая вечность. Я ехал больше часа. Автобус трясло так, что у меня чуть вся требуха не повылетала вместе с Ливером. Ты смотришься, Вэл, пошел. Ой, спасибо большое. Так, что же мне делать? Куда же идти? Одни горы, а? Самвел! Самвел! Здрасте. Это же я, Алла. Какая Алла? Какая? Я же тебе писала. Алла, это ты, блин. Ну чего ж ты мне не отвечала? Тебе 20 раз, Алла, где Женя? Он живет или нет? Я выезжаю, буду в Дземброне. Ну чего ты не отвечала? Не отвечала, потому что совсем интернет не тянет. Блин, что с Женькой скажи? Пошли, я борщ такой кустой взварила. Пошли, борщ и купим морщ. Алла, ты какой борщ? Ты знаешь, как у меня состоял? Ну мне в рот не болит за кусок. Ну я за друга переживаю. Ну правда, Алла, ну проведи. Я про Женю, а она мне про борщ. Ой, хорошо, что она смогла прочитать мои сообщения. Потому что что бы я делал, если бы она меня вообще не встретила. Куда бы я шел, где бы я его искал. Если честно, я бы тут потерялся. Тут такое село, расстояние между соседями по полкилометра. Где цей пожар был? Там у Василя за мостиком. Алла, проведи, пожалуйста. Мне очень надо, честно, выручай. Я тебя проведу. Пошли. Вы так спешите, аж я не стягиваю. Да я ж волнуюсь. Ну на цей мостик. А, на цей мостик. Она ж так, гарно, такая гарна речка. Подивись. Так красиво, я не спорю. Ну знаешь, когда внутри переживаешь за друга, блин, оно ничего не радует. Класс. Знаете, как оказалось, что это очень популярное село. Потому что тут туристы круглый год. Некоторые приезжают, чтобы отдохнуть с детьми маленькими, допустим, подышать свежим воздухом. Некоторые приезжают, ну любят ягоды, собирают в лесах, ходят там ягоды, грибы. А кто-то, допустим, хочет устроить себе экстрим отдых. И представьте, именно в Дзембро не устраивает чемпионаты по рафтингу. Правда, причина, конечно, моего пребывания здесь не самая радостная. Но все равно я Жене благодарен, что я увидел такую красоту. А где цей пожар был? Туда налитый, да? Так-так, он тут догоре трошки. Так, слушай, а что это у вас сгорело? Дом или сарай, який я не понял? Сироварня. Сироварня? Так. Слушай, нам далеко еще идти? Ни, недалеко, он Василь живет тут на горбочке. Ого, это же сгорело хата. Так. Слушай, так как ты на таких каблуках пойдешь в гору, ты что? Не дай бог там перечепишься, где-то покотишься. Давай я сам пойду. Правда. Ну, добре, пойдешь. Пообіцяй мені, что мы еще зустрянемся. Хорошо, Алла, спасибо огромное. Ой. Женька! А ну слазь оттуда! Ты что, дурак или что? Что ты тут делаешь, живый придурок? Ты знаешь, что я пережив или нет? Чокнутый, господи помил. Люди, поможи снять его. Ой. А ну слазь давай. Ненормальный. Ух. Что ты здесь делаешь? Что я делаю? Это все нормально, не обращайте на внимание. Это друг у меня такой бессовестный. Что случилось? В твоем спектакле. Что ты здесь делаешь? Я с театра, как собака бешена сорвался. А в твоем вайфай ловил? Какий вайфай? Ненормальный. Ты знаешь, что со мной случилось вообще? Что я пережив? Что я пережив? Что ты сорвался? Сорвался. Я думал, ты сгорел вообще, понимаешь или нет? В том пожаре. Кто сгорел? Кто там? Жив здоров. Ненормальный. Я весь на нервах ником собрался за два часа. Что ты приехал? Что я приехал? А вот это что? Что это за видео? Где огонь? Где вода? Боже. Это где он взял это видео? Это что ж теперь получается? Он все знает? Что ты только сорвались? Прям снегурочка. Я вообще-то сыроварню спасал. Какую сыроварню? Ничего не знает. Я остановился у женщины, у нее есть своя сыроварня. Ты знаешь, что я кулинар. И что? Она мне хотела рецепт показать, как сыр варится. Варили, варили и послали меня за специями, за сахаром. Пока я в туалетнюю кухню бежал, выхожу и зма гореть в полную. Я же бегу туда, вдруг она горит. Ой, Боже, умерла. Я забегаю дым вовсю. Ой-ой-ой, Господи. И ее нет, представляешь? Ну, дотла згорела. Дотла згорела. Ой-ой-ой, похоронили, чи нет? За избу, я говорю. Жива у нас, здорово. Все живы. Ой, я в тебя убил бы. Ты каждый раз мне что-то это самое. Ты меня слушаешь вообще? Дотла изба згорела. Я тебе как женщина в избу, ты кажешь, згорела дотла. Сыроварня дотла згорела. Та! Сыроварня. Черт, что и сыроварня. Чего сюда вообще было в Пересове, ту глушь? У меня лижник згорел. Учугом спалил. Я на нем гладил. Дырка такая заметная. Лижник. Який лижник? Одеяло пурховое. Это что такое? Шерстяное. И что, сюда ехать надо было? Это наша семейная ценность. Бабушка здесь с дедушками медовый месяц здесь проводили. И она у местной ткачихи купила вот этот лижник, одеяло. Семейная ценность. И в общежитие, когда я поехал студент. Дала лижник. А теперь звонит и говорит, что я приеду к тебе в Киев через несколько дней. И просит назад, чтоб я ее верну. У нее суставы болят. Чтоб наподобие нельзя было купить похожий какой-то. Память не купишь, Самвел. Никто не берется. Хотел залатать в Киеве, и Волкова не берется. Ты понимаешь? Я долго не думая взял манатки и помчался в это село. К местной ткачихи, Дзембровню. Ты мне мог сказать, чтоб я с тобой поехал или нет? Ты мне мог сказать? Мог! Думаете, кому я первым делом позвонил? Ему! Чтоб узнать, как залатать в лижник и дырку, которую я пропалил утюгом. И сразу не с того, не с того не слухает меня. Говорит, что у меня руки не с того места. Так я и без него знаю. Женя, а что мне сказать? Ты то палец прибьешь, то пакеты теряешь. Самвел Мишки нет. Ты что, чокнутая там статуэтка? Жень! Это статуэтка Мишкина! Прибыл! Ну такая у меня генетика. И что теперь делать? Я ж не знал, что ты возьмешь и попрешься сам. Ну мне ж надо бабушке вернуть целый лижник, чтоб она ничего не поняла. Знаешь, как человек расстроится? Ты нашел в ткачиху тут, или нет? Нашел. Ну, конечно, нашел. Ну, правда, не без приключений. Но вы представляете? Чуть на автобус не опоздал. А между прочим, он один раз в день ходит. И что потом делать? На вокзале ночевать? Я успел. Приехал в село. Меня встретили добродушно. Ну и подсказали, где ткачиха живет. Хотя тут всего десять хат. И цены шучу. Всех на ладони. Раз-два и обчелся. И представляете, оказывается, моя бабушка с дедушкой купили этот лижник почти 50 лет назад у бабушки пани Василины. Но это та ткачиха, которая взялась мне помочь дырку залатать в лижнике. Знания по наследству передают из поколения в поколение. И она, короче, сказала, что будет ей два дня достаточно, и все будет готово. Мне не надо волноваться. А тут ты что делал? Мне же треба инструкцию по плану. Так я и залез до неба. По какому плану? Ну как там фундамент, как там доски прокладывать? Где? По вайфаю. Да я понял. Сыроварню построить. Ну представь, людям какое горе. Решил помочь. Пока лижник готовится, у меня свободное время. А чего я буду стоять, лежать? Женя, сыроварню построить надо 10 лет строить. Представь, рабочая сила, как ты дорого в наше время. Женя, я понимаю, но ты умеешь это делать, ты настроишь. В интернете все есть. О, Женя, ну при чем тут интернет? Интернет, интернет, надо же навык. Меня люди попросили. Так жалко, представь. Женя, поехали. Понимаешь, ты не сможешь помочь. Что, я не могу? Рук нет. Женя, тебя заставляют или что? Я не понимаю. Вот той Вася с женой меня приютили, прикормили. Какой Вася? Хату дали, вот тот. Какой Вася? Я сейчас покажу. Что ты задумал? Успокойся, я сейчас покажу тому Вася, как людей эксплуатировать. Иди, что ты хочешь? Женя, пошли, я тебе сказал. Стой. Так, Вася! Никуда ты не идешь. Успокойся, говорю. Деловые, сыроварню надо строить. Так, Женя, что такое, я не понимаю. Ты хочешь тут жить или что остаться? Стой молча. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрий день. А что у вас Василь? Не слушайте его, что он верзает. Скажите, пожалуйста, что вы человека, ребенка, заставляете строить сыроварню? Что это такое? Так, он спалил, то не строил. Кого спалил? Сыроварню. Так это же не он спалил, там женщина спалила. Что, что? Ну, ты же сказал, женщина спалила. Там он чей брошет? Так получилось. Что получилось так? Пожар. Это ты из полива или что? Ну да. Я с тобой потом побалакаю. Что нам делать? Строить? Кого? Ну мы же не можем строить. Ну вы что? Можете строить. Я его звезды не отпущу, пока он не строит мне сыроварню. Она мне приносит гроши. Ну все, мы запали. Зараз все клиенты придут в верхнюю земброню, а я что то делал? Повсела пострадала через него. Все варили тут сыр. А он нам спалил бизнес. Бизнес спалил, лыжник спалил даже. Молодец. Все спалил? Молодец. Ищи брат. Что Женька спалила? Ничего себе. Ты можешь не при людях? Уже перед фактом поставить. Ой, вот это Женька надела в делов. И уничтожу просто на их бизнес. В Дземброне всего две сыроварни. Одна была в нижней, вот этого пана Василя, а другая через 4 км в верхней Дземброне. И одной уже нема. Бо кое-кто, не буду показывать пальцем, постарался. Потому что туристы, когда приезжали в Дземброне, они всегда покупали сыр в нижней Дземброне. Потому что до верхней еще надо 4 км шкандибать. А когда у них заканчивался сыр в нижней Дземброне, они уже тогда шли в верхнюю Дземброне. А теперь получается, что в нижней Дземброне сыроварни вообще нема. И люди вообще без денег сидят. Зубы на полку. В общем, пан Василь, давайте, может, как-то договоримся. Я приехал, я по мере своих сил, возможностей, я помогу вам что-то. Но только вы тоже помогите. Потому что сам я не разберусь, честно. Женя — это как бесплатное предложение. От него толку ну. Не-не-не, так я не бываю. У меня своих справ есть по господарству. Умев спалить, и найбудуй. Никто тебе не поможет, у нас очень мало людей в селе. Так что, хлопцы, берите до работы. А то я сейчас их все развлечу, то будет беда. Так строить там, где горело или что? Ни, там не можно. Это не хорошие предметы. А где? Вот там будут строить. На новом месте. Ладно, мы вас поняли, пан Василь. Извините, пожалуйста, да, я просто не знал. Мене друг сказал, что женщина спалила. А он спасал. Простите. Иди, спасатель Малибу. Шуруша, б я тебя не видел. Что ты на меня орешь? Брехлот, из-за кого ты черта свалил сыроварню? Я женщину спасал. Так получилось. Я хотел дровишек подбросить в костер. Дунуло, как папиной. Мозгов снимал, понимаешь? Спасал женщину. Чем больше дров, тем лучше вкус сыра. Бежи! Насочиняв, понимаешь, Женя? Фантазер. Я стою, как дурачок перед мужиком. Бессовестный. И на дело дело сам вел думай. Разгребай за Женей. То пакеты, то еще что-то шукай, как дурак. Позорься на всю страну. Не хочешь – не надо. Едь отсюда. И кто тебя не звал. Я сам все сделаю без твоей помощи. Ой, сделай. Я же вижу, что ты делаешь. Ой, люди добрые. У меня, конечно, промелькнула мысль, что бросить тут Женю одного. Чтобы он сам сыроварню построил. Знаете, кто из обезьян труд сделал человека. Так вот и Женю. Но, с другой стороны, это Женя. Представьте, бросить его одного тут на неделю. Он не то, что сыроварню. Он три села тут спал. И скажет, что татаро-монгольское нашествие было. Ой, Женя, короче, ссора ссорой. Знаешь, ну, надо что-то делать. Еще была сыроварня сделана. С этих… С деревьев. С каких деревьев? С досок или с бревен? Чего? С досок, Санвел. С толстых или с тонких? Вот таких вот. Только меньше по размеру. Ой, Господи, где их брать? Откуда я знаю Санвел? Может, пойдем кого-то спросим, а? Слышишь, если что, даже купим, Женька. Ну, что делать? Ты, если что, добавишь? Ну, а что делать? А что делать, Женя? Добавишь. Санвел миллиардер. Ой, где эти доски искать? Где их брать? У Василя спрашивать? И не так стояв злый. С другой стороны, его понять можно. Спалить сыроварню человеку. Единственную цену в селе. В общем, так. У меня такой план. Нам надо найти человека, который подскажет, где взять доски. А там я уже со всеми буду договариваться. Мне это расплюнуть. У меня голова на плечах есть. Не то, что у некоторых. Ага. А ты сначала попробуй людей найди. Планы он строит. У меня такое ощущение, что все повымирали. Где все люди подевались? О, Алла. Алла, подожди. Бегом, бегом. Ты мне хоть приди. Господи, калека. Женя, выйдься. Давай тут еще. Иди. Поломай мост. Мало сыроварни. Давай руку. Я тебя не бачу. Ты можешь так не бежать. Так успокойся. Алла. Алла, привет. Ой. Алла. Хорошо, что я далеко не ушла. Ну да, я просто с подружкой заговорилась. Кто это такой? Кто это? Это Алла, что видео прислала. Спасительница твоя. Спасибо вам, Аллечка. Нам надо помощь. Нам надо доски. Это нужно вам на пелораме. На пелораме? Где это? А это 4 км до горы в верхнюю Дземброню надо идти. Ого. Ой, наконец-то я все понял. Оказывается, что местные жители просто разделили это село Дземброню на верхнюю часть и на нижнюю, потому что расстояние между ними 4 км. А что автобуса нет? Да. Нет. Да ты же ехал автобусом. А, точно. Нема. Треба идти 4 км. Приходь вечером на волейбол. Я буду играть, подивишься. Ух ты. На волейбол вечером? Ага. Я понял, что это за Алла. У меня все пазлы сошлись. Видео с пожаром прислала Алла. Адрес написала Алла. Встретила в короткой юбке и на каблуках в 15 см. Аллочка. Аллочка. Скакалочка. Что-то мне кажется, что не за меня она переживает. Может, это сам Вел ей очень нравится. А мной прикрывается. Это если прямо и ты, мы дойдем, да? Да, да. Не заблудимся, не переживайте. Спасибо вам большое. Удачи тебе. Пока. Пока. Папа. Знаете, как красиво у них, да? Вот так вот в поселке просто идешь лесом, у них вот такие беседки, отдохнуть можно. Вообще шикарно. Женя, у нас надо, чтобы мы быстро сейчас договорились. Думаю, что проблем не будет. Пару автографов, селфи и доски наши. Давай залазь. Ой-ой-ой. Осторожно. Ой, Женя, чтоб я тебя не убил. Ой, подожди. Ну и дорога. А представь, люди так постоянно живут. В Нижней Энземброне вообще нет магазина. Все идут в верхнюю. Там один единственный магазин. Представь. Туда, обратно. Что я забыл купить по списку? Ходишь туда-назад. Подожди. А люди так ходят. Ой-ой-ой. В школу, в садик. Женя, осторожно. Держи. Здрасте, где вы доски взяли? А что ж вы вместо кобылы? А где доски взяли? А где доски взяли? Прямо додымиться, да? Спасибо. Побежали, сейчас разберут. А вот эти доски такие были или нет? Смотри. Ну, похожи. А что ты задумал? Чуш, давай возьмем молча-то пидем. На все село у меня заслуженное звание поджигателя. Чтоб еще вором называли, трудиться надо, а не воровать. Да. Поджигать не надо. Ой, что ж они пилят? Это же нам его не пилят? Ага, нам. Подожди, еще надо говориться. Здрасте. Здрасте. Дай ему здоровья. Самвел. Иван. Женя. Иван. Самвел. И опять Женя. Это же ваша лесопилка, да? Да. Слушай, а кто у вас главный на пилораме? Ну, я. Ой, у нас тут такое дело, сыроварня сгорела. Да, короче. Ну, все. Чули. Чули таки рады? Мы молодцы сейчас полярки. Уже нема сыроварня, у нас лишилась. И так и что? А что, не может быть две сыроварни? Не, не может быть. А чего? Это ж просто конкуренция падает. Все туристы идут до нас. Ну, может достай доски, а хлопцы? Нет, доски у меня во мне дома. Ой, блин. Ну, просто дрова. Нам это, мне не треба… Ну, что вам про сыроварня? Туалет построить. В общем, нет, у вас же продаются доски официально? Вы можете продать? Нет. А для кого упираете их? Нет, продать можем. Просто не вам. Ребята, давайте уже какой-то магарич, правда. Ну серьезно, на доски. Что же за магарич? Закускаешь. Закускаешь. Мы же вам самим магарич поставим за то, что вы спалили сыровар. Ребята, ну пожалуйста, ну честно, на вас одна надежда, блин. Ну человека заставляют строить, у него что, своих дел нет. Я на помощь приехал, мне тоже надо строить и уехать. У меня хотят… Пожалуйста. Блин, Женька, не плачь. Не, 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 не. Ну ребята, ну человек плачет, ну помогите, пожалуйста. Не затребуйте нас, мы маем работу. Давай. Народом. Ну что вы такие? Я не могу понять. Я так понимаю, что они не дают, да? Успокойся, не клачь, не клачь, не клачь. Пошли. Да не ной, ну что ты ной, Женька, блин. Блин, капец, блин. Что за люди? Ой, блин. Надо было рот не раскрывать, что ты сыроварник труешься. Что теперь делать? О, заняный санвал. Боже, что вы тут роботы? В нашем всему захолусте. Я – Эля. Ой, Эля, у нас тут такое случилось, что просто капец. Что такое? Та, Женька спалив сыроварню, может, чула, у вас там нижняя бронь. Мы уже не об этом, с дровом не думали. Автор пожара стоит перед тобой. Женя, что это на работу? Так совпали карты. В общем, короче, надо строить, его не отпускают. Сказали, что пока не построенный уедет. Что делать вот теперь? Ну так пойдет до ребёнка и попросит в них. А мы не были там. Мы только оттуда. Отказали. Сейчас сказали «магарич» поставим, что спалили сыроварню. Слушай, может, в лесу где-то можно нарубать у вас лес? Где-то есть такое? Не можно. Нельзя, да? Крадишка лесу. А где же берут люди вот этот лес? Разрешают им, да? Так. Надо ехать в визгосп и выписывать лес. Ой, Боже, это мы не добьемся этого. Что делать? Посоветуй, честно. Мои родичи заготавливают тут дерево. Это вот эти, что на пелограме родичи? Слушай, что у тебя за родичи такие? Может, Женька уже плакал, бедный ушел от них. Они голодные и злые. Капец. Можна приготовить им есть. Мама сьогодні поехала, и нема кому приготовить їсти. Так давай, слушай. Так давай, мы приготовим. Не-не-не. Треба справжня гуцульская ежа. Гуцульская? Ты знаешь, что здесь будет? Так что мы же не знаем гуцульскую. Ну я знаю. Ела, ты поможешь? Звичайно. Боже, Елочка. Спасибо. А где это готовить надо? Ну и давай не до дома, там никого зараз нет. Ой, Ела, тебе нам Бог послал. Слушай. Вот это мы счастливчики. Я даже и не думал, что нам так повезет. И мы встретим родственницу этих злых мужиков с лесопитки. Она-то точно знает, как их задобрить. Сейчас мы приготовим их любимое блюдо, и все. Доски наши. Ну пошли тогда, потому что мало времени. Пошли, Елочка. Давай чемодан. Седьмой, будь ласка. Это ты откуда такая красивая чемодан? Зновчанец. Ивана Франкевская. Ты там учишься, да? Так. Заходите, будь ласка. Заходите, заходите, не стесняйтесь. Красиво в тебе слухать. Как красота. Так, ну что, давай, наверное, надо быстрее готовить, чтобы доски ждали. Так. Не, будем готовить украинский буариш. Муцульский, точнее, буариш. А, с фасолькой. Бурячок красный. Все понятно. Не, там фасольки немало. Ух ты. О, Боже. И еще книжки. Ну я добрый рецепт не помню, но сейчас поделюсь книжку, где мама записывает. Давай. О, первым делом нам нужны бурак и мясо. Мясо есть, а от бурака нема в хате. Можешь побегти в подвал? О, я? Добрый. Давай, принеси, Женя. А куди идти? А тут за хатой есть подвал. Так, возьмется мясо. О, ух ты. Копченое. Вот вам, кстати, первое отличие нашего борща от гуцульского. Представляете, что они варят бульон на копченом мясе. Так, а сколько надо? Все резать или сколько? Так. Все от этого. Так, чтобы борщ был смешным. Такая меленькая или крупная? Меленькая. Как-то гадно, нарезаешь. Да где там? Не-не, дуже гарно. Водно же стараюсь. Я набрала водочку в кастрюльку, так что можно зараз кидать сюда мясо. На такой печке будем готовить? Так, излечайно. Ничего себе. Так, все, держи. Дякую. Давай сделаем зажарку туди. Давай, все, доставай. Что там? Морковка, лук. А что ж вы меня отправили? У вас же в подвале буряка нема. Ну, как нема? Да я все проискал. Там фонарь светит. Ничего нема. Там же в банке белый буряк, покрешенный. Вот ты такой соломкой? Так. Так я думала, это картофель. Нету буряка. О, Боже. Сейчас принесу. Так, так. Не, ну это как-то странно. Что, сразу нельзя было сказать, какой там баночки цей буряк? Так, что, кубиками просто, да? Так. Ну, какие-то молодцы. Барнушку линар. Все его вот это замаскировали. Наражьте. Что дальше делать? Что там пориться? Ух ты, это такая свекла, да? Так. Ммм, а как вы делаете ее так? Мама порезала буряк и залила теплой водой и вставила в теплое место. Ух ты. Чтобы не заквасився. Супер. Так, вот вам и второе отличие. Что вместо обычного нашего красного буряка гуцулы добавляют белый сахар. Это надо, кстати, Наде рассказать, не забудь. Я думаю, что надо такого ничего. Жень, сходи в летнюю кухню за картофель? А ты что, задумал? Так, так. А, сейчас приду хорошо. Там перемелена картофель. Перемелена? Так. Уже зажарка поджаривается. Так, теперь нужно высыпать туда сметану. Кстати, вот вам еще одна фишка гуцульского борща. Вместо томатной пасты они в зажарку добавляют сметану или сливки. Тебе очень хорошо все выходит. Молодец. Спасибо. Человеки будут довольны. Ой, надо, 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 чтобы получилось. Так, ну что, в кастрюлю вливать? Не-не, не нужно еще. Став тут наверх. А, сюда? А сейчас еще не в кастрюлю. Так. Борщ должен прокипятать чуть-чуть. О господи, опять. Ой, вибачь, я забула. Зовсем. Сеня, ну время не мать и голову морочишь. Это все я виновата. А, есть уже, ой. Так. Что на меня туда-сюда гоняет? Как маршрутку по расписанию. Миска перед глазами стоит, а она забыла. Может я им мешаю? Это для кмиси, да? Так, конечно, мама хотела сделать. Мы используем этот момент и мы приготовим. О, давай, потому что на время тоже немного. Что еще сюда надо? Яйца, муку и брензу. Давай. Ой, Жень, я забыла. Потребно потай не принести с кухни летнюю. Добре. Ой, Женя, я забыла. Сколько можно меня гонять? Туди-сюди? Я что, собака и сейка? Все, последний раз. Потом Хайсанвел идет. Что, яйцо сюда вбивать и все сюда, да? Так, все сюда. Боже, мужчина на кухне, так сексуально. Слушай, у вас такие красивые потолки, вот эти деревянные. Я такого не видел никогда. Вообще и все в дереве, вся комната. И пол, и стол, и потолок. Да, до этого момента я думал, что мне кажется, что надо мне наклеиться. А когда и кажется, хреститься надо. Болонада тебе клеится, балбес. Еще и Женьку вечно куда-то отправляю. Давно ты готова уже? Да. С пеленок. Взывали. О, молодец. О, дякую. Я так понял, что это какие-то, типа, клецки. Не-не-не. Котлеты чья-то? Так, картопляни. А, как котлеты, да, делать? Вот такими, да? Так, так. О, и вкатывать в муку нужно. Что, сковородка разогрелась? Ну все, Жень, ты пожаришь? Да, конечно, не вопрос, что мне. О, спасибо вам, что хоть опять в подвал не послали меня. Так, и не выходи от них. За него прямо завжди дивитесь. А девчина у тебя есть? А, девчина у меня? Так. Ну, сейчас нема. А где поделась? Так. День. Канула в бездну. Слухай в тебе, хлопец. Уже нема. Нема? Нема? Ой, что с мукой делаешь? Слушай, забери ее от меня. Ну давай сюда. Ой, точно, на зажарку. Давайте вы кидайте в борщ. Боже, у меня уже дожарилось. Борщ доваривается, к ныше дожаривается и можем идти кормить мужиков. Правильно? Так. Все классно. Спасибо, конечно, Эли за помощь, но на лесопилку мы ее решили не брать. Потому что если мужики сейчас поймут, что она нам помогла, а мы-то для конкурентов стараемся точно разозляться. Так, тихонько, Женя, осторожно, чтобы не разбить ничего. Ребята! Чуете? Да выключайте эту пилу. Выключайте, потому что сейчас застегнет. Короче, мы знаем, что вы сегодня без обеда. Мы решили, чтобы немного вас угостить. Мы же повара, как-никак. О, прикольно. Давайте вы перекусите, да? Давайте. Все доброе. Вам больше юшки чи густоты? Заходите, Ваня. О, горячее еще. Ладно. Так, держи. А где все остальные? Мы думали, у вас больше будет. Ну, хлопцы, уже додому поехали на обед. Вкусно? Ура, классно. О, смачно. Ну, конечно, им вкусно. Это же готовили лучшие кулинары страны. Но теперь доски точно у нас в кармане. План Эли сработал. Ю-ху! Смачного, хлопцы. Короче, ешьте? Слышишь, поедят, может потом дадут доски. А мы давай не будем навязчивая это. Мы там отойдем пора. Хлопцы, ну что, вкусно? Может добавочки? Добавки давайте еще? Нет, нет. Точно? Это еще целая кастрюля, он много. Нет, нет. Нет, нет, нет. Похоже на ваш борщ, как вы говорите? Да, похоже. Смачно. Ну, может, достай доски, а, хлопцы? Нет, ну, обед – это добрый, но доски мы вам не дадим. Думаете, что у нас так легко пить доски? Ребята, ну пожалуйста, ну правда, ну надо. За обед вам дякую, а за доски – вибачайте. Ну пожалуйста, до меня бабушка скоро приедет, мне до дому надо ехать, готовиться. А что ж вы так… Нет, хлопцы. Ладно, пошли. Ты чушь устала на волейболе? Ну, Вася руку поломал. Короче, вот эти ребята с лесопилки, которыми хотят нам давать доски. Оказывается, они сегодня играют в волейбол за команду с верхней дземброни. А они уже больше, чем полгода не выигрывали у команды соперника, то есть из нижней дземброни. И вот сегодня получается ответственная игра, а их лучший игрок, прости господи, сломал руку. Виниться не смешно, просто, когда я все почувствовал, я понял, что это для нас шанс. Хлопцы, короче, у меня есть такая идея для вас и предложение. В общем, у вас сегодня вот эта важная игра в волейболе, я так понял, правильно? Да. Давайте я сыграю вместо того парня, который руку сломал, а? А ты добро играешь? Да вы что, я играю супер, я капитан команды с третьего класса и до одиннадцатого. Все голы забиваю. У нас, когда я в команде, никогда команда не проигрывает. Я лучший игрок вообще в районе был. У нас конкурсы были по волейболу, выездные. Я капитан команды. Серьезно, ребята. Ну что, беремо? Давай разом так кажешь, что добро играем. Ну, это тоже попробую. Серьезно, ребята, если вы не выигрывали, сегодня будет победа ваша. Берете? Берем. Давайте договоримся. Вот если ваша команда выигрывает, наша то есть команда, то вы даете доски. Если проигрываем, нет досок. То есть мы даже просить больше не будем. Давай тут. А во сколько играть сегодня? Ну, пять. Пять часов, да? А играете где? В нижней земле? В нижней земле. Все, спасибо вам, ребята, большое. Пошли. Ура, Самвел, у нас будут доски. Боже, який ты молодец. А что я кричу? Я на радостях. Что ты мне рассказываешь? Молодец який. Боже, Самвелка. Да ты что? Я еще не знал, что ты такой чемпион. А у тебя сколько медалей? За лаччичь серебряные или бронзовые? Я играл в первый и последний раз в пятом классе. В волейбол. Привет, YouTube. Если тебе понравилось это видео, то делись им со своими друзьями. Оставляй комментарии и подписывайся на наш канал. И ты узнаешь обо всем первым. С вами был Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok